Но спиной ко мне. И закрываете глаза. Те из вас, кого я хлопну под спине, назначаются охотниками. Кем? Охотниками, нападающими. Те из вас, кого я не хлопну, назначаются жертвами. Вы не знаете про остальных, кто из них будет нападать, а кто будет тоже жертвовать. Вы знаете только про себя. Хлопну ли я с спиной? Не знаю. На количество. Вы этого тоже не знаете? Потом, по команде начали, вы начинаете двигаться по заводу. Если вы жертвами двигались так, что по свистку вам не тринете, вы не знаете, кто будет. Если вы хочешь двигаться так, то вы не тринете по свистку. Вламываем это же так. У вас есть плюха, у вас есть прямую донку, и вы пропустите. Упражнение понятно? А если два схотника друг на дружку получат измены? Бывает. Измены. Ну короче, понятно. Встали спиной ко мне, закрыли голову. Сверхолад не подглядываем. Начали движение, пожалуйста. По свистку делаем, отставить. Делаем одну атаку. Атака после спу. Вы проверяете себя по свистку. Время поднимаетесь. Закрыли глаза. Приготовились. Наше движение, пожалуйста, атака просто стыдно. Таааааааааааааааааааааааааааа. Затей не продал, получаю поновельник. Одна, так как? Вот одна, так как? Начали движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смысл упражнения в том, чтобы вы научились считать человека, хищник он или жерт. Хочется человек ударить или нет? Потому что он может, знаете, поговорка, собака много лает, он не пицает, да? Он может вас матом крыть и хуями откладывать, но он вас никогда не убит. У меня был такой случай, когда я переходил дорогу, машина едет, бибикой, типа, пропусти. А я на пешеходном переходе, я... и пошел. Он остановился, опустил, сказал, иди сюда! Иди сюда, козел, ты иди сюда. И он еще минуты две стоял на пешеходном переходе и доказывал мне, что козел. Но машина не вышла. Я думаю, что козел, что козел, я не знаю, что козел.